На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова. Вначале коротко о главных событиях четверга. Ворвался молодой человек. Предполагаю, что молодой голос по голосу сказал на выход молчать. Хорошо, что это всего лишь учение. В тренировочной борьбе с террористами участвовал весь личный состав ОМВД. Мы написали письмо губернатору Камалу Рукомарову. Мы написали письмо в прокуратуру. Мы будем как-то исправлять эту ситуацию. Право на жизнь инициативная группа помощи бездомным животным продолжает бороться за спасение четвероногих. Сделали три четверти. Остальное оставили гнилые трубы. Ничего не доделали. В квартире холодина. Обделили теплом. У жителей третьего дома в первом микрорайоне до сих пор холодные батареи. Быть начеку. Сегодняшний день начался для нефтьюганцев необычно. В городе прошли массовые спасательно-тактические учения, которые вызвали большой ажиотаж. На территории Югры мероприятие такого масштаба проводится впервые. В 13 спецоперациях приняли участие 350 нефтьюганских полицейских, то есть весь личный состав городского ОМВД. Также в тренировочной борьбе с террористами были задействованы сотрудники МЧС и скорой помощи. Далее без комментариев. Находилась на рабочем месте. Произошла сирена. Ворвался молодой человек. Предполагаю, что молодой голос по голосу сказал на выход, молчать. Провели нас в актовый зал со всех кабинетов, кто присутствовал. И все. Становись по группам. Правнясь! Смирная! Руководителям функциональных групп согласно походного построения занять места в технике, которая расположена на территории УД. Продолжение следует... Учение Это одна ситуация в жизни. Если такое случится, то это будет совсем друг... чувствовать себя по-другому. И, по крайней мере, когда учения происходят, и ты вырабатываешь привычку, как себя вести, то и уже в реальных условиях эти привычки помогают. В Югре будут штрафовать за выгул собак без ошейника и иномордника. Депутаты окружной думы внесли поправки в законы о содержании и защите домашних животных и об административных нарушениях. Об этом сообщают новости Югры. Изменения внесены по инициативе прокуратуры округа. Напомним, трагический случай произошел этим летом в Октябрьском районе. Собаки, принадлежащие одному из жителей, находясь на улице без поводка и иномордника и без сопровождающего лица, напали на маленького ребенка. От полученных ран малыш погиб. Поправки устанавливают административную ответственность за выгул собаки без иномордника, без поводка в общественном месте. За нарушение запрета на выгул собак на спортивных и детских игровых площадках, стадионах, территориях образовательных и медицинских организаций. Также в ходе обсуждения законопроекта было предложено, чтобы контроль за исполнением установленных требований был возложен на органы внутренних дел. В связи с тем, что сегодня эти функции принадлежат органам местного самоуправления и ветеринарным службам. Поясним, что речь идет о штрафах в размере от 500 до 1000 рублей. При этом запреты не распространяются на карликовые породы собак, высота которых в холке не превышает 20 сантиметров. Также была добавлена административная ответственность за нарушение требований при отлове безнадзорных и бродячих домашних животных и нарушение порядка регистрации домашних животных. Мы возвращаемся к теме отлова бродячих собак и кошек. Напомним, три дня назад инициативная группа помощи бездомным животным разместила в социальных сетях снимки, на которых видно, в каких условиях держат пойманных собак и кошек. При этом организация отказывалась отдать четвероногих, среди которых оказались и домашние питомцы. Сегодня волонтерам группы «Право на жизнь» удалось договориться о личной встрече с директором компании, занимающейся отловом. Чтобы пролить свет на ситуацию с проверкой, питомник посетил и представитель службы единого заказчика. Чтобы услышать объяснение, на встречу с директором собрались порядка 25 человек. Неравнодушным к судьбе животных и тем, чьи домашние питомцы оказались в отлове, наконец-то предоставили возможность забрать любимцев и получить хоть какие-то объяснения. Многие увели четвероногих друзей домой истощенными и больными, а кто-то так и не нашел их в вольерах среди животных. Но несмотря на то, что администрация питомника пошла на контакт, возмущенные зоозащитники останавливаться не собираются. Мы написали письмо губернатору Камалу Рукомарову, мы написали письмо в прокуратуру. Мы будем как-то исправлять эту ситуацию и будем стараться, чтобы наша администрация города расторгла контракт с этой фирмой. В свою очередь, директор ООО «Универсал ремонт» утверждает, в его питомнике нарушений нет, а сложившаяся ситуация, по его мнению, это всего лишь излишняя эмоциональность граждан, не желающих действовать в рамках закона. Вот такие действия неадекватные мне, конечно же, не нужны. То есть, если человек готов приходить, ухаживать за животным, ну какой-то понравившийся, выгуливать животное, мы никогда против не будем. Сотрудники компании готовились к проверке. По словам очевидцев, животных стало гораздо меньше, у них есть вода и корм. Однако, замести следы до конца не удалось. В коробке, прикрытой черным пакетом, лежал труп кошки, а умирающим на глазах животным так и не вызвали ветеринарного врача. По словам представителя службы единого заказчика, которая и заключила договор с «Универсал ремонтом», делать какие-либо выводы рано. Оценить работу компании он пока не может. Я сегодня, вот сегодня, при проверке, не обнаружил пока что ничего криминального. Сейчас, в настоящее время, подойдет ветеринарный врач, и мы осмотрим журнал регистрации приходящих животных. После этого мы будем делать какие-то выводы. Отметим, ни сотрудники, ни директор компании так и не смогли предоставить журнал регистрации животных. Порой в пропаже домашнего питомца виноваты сами хозяева. Халатное отношение к выголу приводит к весьма печальным последствиям. Юлия Британова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». До кросса нации остались считанные дни. Югорчане выйдут на старт в воскресенье 27 сентября. Начало спортивного праздника намечено на 10 часов. Забеги пройдут в 12 муниципальных образованиях округа, в том числе в Нефтьюганске. Напомним, кросс-нация – самое масштабное по количеству участников и географии спортивное мероприятие, которое проводится в России осенью. Оно включает забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Основная задача этого события – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физкультуры и спортом всех россиян, особенно молодежи. В прошлом году участие в кроссе нации приняли 11 700 югорчан. В этот раз планируется собрать более 12 тысяч человек. Кроме этого, всем желающим предложат пройти тесты всероссийского комплекса ГТО. Традиционно будет организована стартовая зона с бесплатным чаем и кашей. А на финише участников должны ждать сладкие подарки. Срочный совет. Несколько сотен жителей первого микрорайона остались без тепла. Напомним, во втором и третьем домах должны были провести капитальный ремонт. Однако подрядчик, который взялся за проведение работы, оказался недобросовестным. Подробности в сюжете. Более двух месяцев назад подрядчик уверял, что сдаст объект досрочно, то есть отопительный сезон в этих домах должен был начаться вовремя. Однако, когда другие горожане уже наслаждаются теплом в своих квартирах, здесь до сих пор ходят в куртках и шерстяных носках. Вот пришли, начали делать отопление, сделали три четверти, остальное оставили гнилые эти вот трубы, ничего не доделали. В квартире холодина. Кроме этого, не предупредив, двое суток не было ни горячей, ни холодной воды, представляете? Вот покупала воду, кто мне компенсирует? Я пенсионерка. Жители дома ежедневно звонят в управляющую компанию с единственным вопросом, когда же будет тепло. Но в ЖЭУ ничем помочь не могут. Мало того, что подрядчики начали ремонт слишком поздно, сейчас их работу тормозят и сами жители. Они не пускают строителей в квартиры, в частности, потому что восстанавливать ремонт после замены стояков жильцам придется за свой счет. Так давно надо было бы, надо было бы способыться с людьми сначала, и хотя бы по подъезду отселять людей куда-то, а потом делать это, чтобы мы задумали. Нефтьюганцы жалуются, что о предстоящих работах их никто не оповестил. Информации, которую должна была предоставить управляющая компания, также не было. Власти, в свою очередь, пеняют жильцам, что они вовремя не поинтересовались и не проконтролировали. Одним словом, были пассивны. Сейчас жителям нужно задуматься о создании совета дома. Если они не понимают, что это в их собственности находится, и надо контролировать и гонять этих подрядчиков, а нас привлекать на помощь, если они будут что-то не слушаться, данные дома не ставить на капремонт. Впрочем, каждая семья ежемесячно отдает несколько сотен рублей на капитальный ремонт. И столько же платит управляющие компании за то, чтобы она защищала их интересы. И люди считают себя вправе рассчитывать на нормальные услуги. А пока вопрос завершения капитального ремонта и подключения домов к отоплению под свой контроль возьмут власти Нефтьюганска. Завтра по этому поводу состоится срочное совещание. Кристина Кучерова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Социальными экскурсионными турами только в этом году воспользовались 3,5 тысячи пожилых югорчан. Вопросы активного долголетия обсудили в Ханты-Мансийске на заседании Координационного совета по социальной политике. Его провел заместитель губернатора Алексей Путин. В автономном округе сейчас действуют 300 экскурсионных маршрутов и туров, в том числе для пенсионеров. Пожилых югорчан знакомят с достопримечательностями городов, и это важно. Ведь многие старики почти не выходят из дома и бывают приятно удивлены, узнав, как сильно изменились их населенные пункты. Для представителей старшего поколения устраивают речные прогулки, развлекательные и культурные программы с вручением памятных подарков, сообщает телеканал «Югра». Летняя оздоровительная кампания для школьников в этом году охватила более 11 тысяч ребят. Дворовая педагогика, палаточный лагерь, занятия в творческих мастерских способствовали развитию детей и профилактике правонарушений. Итоги организации отдыха, оздоровления и занятости молодежи обсудили на межведомственной комиссии. Репортаж Елены Галиман. За время летних каникул нефтьюганские школьники успели отдохнуть не только в городе, но и за его пределами. Союз морских пехотинцев «Югры» в этот раз организовал для ребят большой сплав по Волге. Это не первый турпоход некоммерческой организации. Северные дети уже успели стать участниками кругосветной регаты и побывать за пределами России. То, как отдыхают наши дети, наверное, мы с вами могли бы только мечтать о том, что они сегодня в каких они странах бывают, и как они, как говорится, прославляют Россию, Ханты-Мансийский автономный округ, благодаря вот этому взаимодействию с некоммерческой организацией. Поэтому мы будем всячески ее поддерживать. Тем, кто остался в городе, скучать не давали учреждения культуры, спорта и социальной защиты. Городская библиотека за лето успела охватить более тысячи ребят. Пропаганда здорового образа жизни в этом году отошла от привычной формы. Вместо бесед и лекций – флеш-мобы, просмотр фильмов и выставка рисунков. Работа Центра молодежных инициатив теперь известна за пределами Нефтьюганска. Опыт организации дворовых площадок уже передают коллегам из округа. Если в первый год на площадке выходили только специалисты Центра молодежных инициатив, то сейчас туда выходят и специалисты Центра молодежных инициатив, и подростки. То есть те подростки, которые работают у нас и трудоустраиваются через службу занятости, и в течение учебного года до наступления летнего периода проходят подготовку и обучение на школе вожатых. На базе учреждений спорта за три месяца отдохнули 270 человек. Для досуга детей были предоставлены все возможности «Жемчужины Югры». Организаторы отметили, что за лето среди занятых активным досугом школьников незамечено вспышек инфекционных заболеваний, чрезвычайных ситуаций также удалось избежать. Елена Гайлиман, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.